Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях прямо сейчас. Смотрите сегодня. Новый формат общения. Российские педагоги подвели итоги учебного года на видеоконференции взаимообучения городов. Конкретные шаги. В Чувашии обсудили реализацию национальных проектов. Не оставляйте без присмотра. За последние сутки в республиканскую больницу с тяжелыми травмами поступили шестеро ребят. 83 заболевших коронавирусом выявлены в Чувашии за последние сутки. При этом число вылечившихся уже третий день превышает количество зараженных. Выписано за сутки 92 человека. И все же выходить на первый этап по снятию ограничений еще рано. Об этом сегодня говорили на совещании оперативного штаба. Темп роста заболеваемости коронавирусом в Чебоксарах снизился на 10%. В Новочебоксарске на 13%. Однако в некоторых районах ситуация остается напряженной. И если на прошлой неделе у нас наибольший темп роста был зафиксирован в Ибресинском, Козловском, Батаревском, Маргаушском и Яльчиковском районе, то здесь мы видим, что на этой неделе в передовиках, ну в таком, в красном смысле этого слова, Аладдарский район, Красночитайский, Козловский, Комсомольский и Ушумерлинский. Ухудшилось в количественном показателе больше всех ситуаций в Комсомольском районе. Это 31 заболевший. На втором месте стоит Шамушинский район. На третьем 20 человек. Мы видим заболевание в Красночитайском районе. Чтобы принять решение о снятии ограничительных мер, власти ориентируются на три основных показателя. Коэффициент распространения инфекции, проведение достаточного количества тестов на коронавирус и наличие свободного коечного фонда. Коэффициент распространения инфекции на сегодня составляет 0,9. При рекомендованном нормативе не более единицы. Показатель тестирования остается на ближнем высоком уровне. Составляет на сегодняшний день 104,9 на 100 тысяч населения. При показателем нормативном 70 на 100 тысяч населения. Ну и вот третий показатель процент свободного фонда, который на сегодняшний день составляет 43,2%. При рекомендованном нормативе 50% и более. Радует то, что в течение этой недели было достаточно большое количество выздоровеющих. Но пока еще количество людей, которые госпитализированы и находятся на лечении в стационарах, остается достаточно высоким. И норматив по этому показателю пока нам не говорит смело о входе в первый этап снятия режима ограничения. О немедленном снятии меры ограничения речь, к сожалению, идти не может. Тем более на следующей неделе пройдет большой церковный праздник «Троица». Значит, что кладбище вновь придется закрыть для посещения. Этого требует и Роспотребнадзор. У нас в Чувашской республике 944 кладбища. В разных районах разное количество. И очевидно, вот эти места, 944 места, возможно, скопление населения в следующем выходе. Ограничение доступа на кладбище, там, где это возможно и необходимо, организовать уже с пятницы с обеда. То есть это, прежде всего, речь идет о городах, город Чапоксары, город Новочапоксарск и другие города, где это возможно. И там, где живет больше всего население, и в воскресенье также будут и службы в церквях и храмах. Аналогичную работу, как с Пасхой, надо организовать и привести. Правоохранительные органы усилят патрулирование. Руководство республики призывает жителей Чуваши осознать сложность эпицитуации и сделать все, чтобы обезопасить себя и окружающих. Рифат Фадкулин, Павел Иритков, Республика. Въезд в Ядрин и Ядринский район строго ограничен в связи со сложной ПИД-обстановкой. С учетом приближающихся выходных, жителям республики настоятельно рекомендовано воздержаться от посещений муниципалитетов. Увеличилось количество зараженных коронавирусом и в Алатаре в три раза с начала недели. Там побывала оперативная группа во главе с вице-премьером правительства Чувашии Аллой Салаевой. Важно не то, где человек работает, а важно то, где он живет, с кем он контактирует, откуда он получил это распространение инфекции. Причины роста заболеваемости разные. Это и приезжие из других регионов, и нарушение режима самоизоляции, и слабый контроль за соблюдением эпидемиологического режима. Ограничительные меры в городе соблюдаются не в полном объеме. Например, здесь открыты магазины стройхоз товаров, которые в данный момент не являются товарами первой необходимости. Не везде есть в общем доступе средства для обработки рук. Вот что думают по этому поводу сами Алатарцы. В апреле было вообще никого не было. Вот выйдешь до магазина, там у нас рядом метров 200-300 от нас магазин. И мне казалось, вообще никого нет. Очень мало было. Сейчас поживлю не стало. Почему? Это божья кора на всех нас. Эти маски для чего? Бог нам дал, как сказать, ну, чтобы мы покаялись. Надо сидеть дома, чтобы не заразились другие люди. Не могут люди сидеть дома. У нас люди работают, у нас люди вот едут на маршрутках. У нас люди, у нас общаются люди-то по-любому. Всех не посадишь под замок. Для оказания помощи заболевшим были приняты дополнительные меры. На базе городского роддома с 27 мая открыто инфекционное отделение на 80 коек. И туда уже начали поступать больные. Уже на сегодняшний день, по-моему, уже пятое учреждение, так скажем, общего профиля медицинского, которое перепрофилировано под ковид. Все беременные будут перенаправляться в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр. Но на непредвиденные случаи в здании местного родильного дома оставили дежурные 8 коек. Мы оценили хорошую работу, которая организована, считаю, сотрудниками Министерства внутренних дел, которые действительно отстроили мобильные группы, оперативно получают информацию о лицах, которые должны находиться на самоизоляции и в ежедневном режиме контролируют это вместе с администрацией, с муниципалитетом. Что касается контроля за торговлей, оцениваю как неудовлетворительное. В два зашли, в двух нарушения. Пока ужесточать меры ограничения здесь не будут. Но местные власти должны понимать, что только четкий алгоритм действий и слаженность в работе помогут снизить дальнейшее распространение инфекции. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии реализуются 11 национальных проектов. Как идет работа и какие есть сложности, обсудили сегодня на заседании Совета при главе Чувашии по стратегическому развитию. В рамках национального проекта «Демография» оказывается поддержка семьям с детьми. Это ежемесячные и единовременные выплаты при рождении первого, второго, третьего и последующих детей. Кроме федеральных программ, в Чувашии предусмотрен республиканский материнский капитал для многодетных семей. Его сумма в этом году увеличилась со 100 тысяч рублей до 150. С 8 июня можно обращаться за получением единовременной денежной выплаты по республиканскому маткапиталу. Но при всех этих мерах есть риск не достичь запланированного коэффициента рождаемости на 2020 год. Эта проблема глобальная и касается не только республики. По итогам мониторинга отчетов в ходе реализации региональных проектов за апрель текущего года отмечены риски по четырем проектам. Мы месяц назад докладывали по этому. Это финансовая поддержка семьи при рождении детей. Здесь, я думаю, риски сохранятся до конца года. В первую очередь это связано с демографической ситуацией. В целом, наверное, не только по республике, а в целом по Российской Федерации из-за снижения количества женщин фертильного возраста. Во время пандемии меры поддержки семей с детьми усилили. Выплаты, пособия и компенсации должны проходить максимально быстро. Там, где мы можем упрощать процессы сбора этих документов, максимально все это переводить на межведомственный обмен, прежде всего электронный, тем более мы сейчас активно с вами работаем по совершенствованию сетов, и с тем, чтобы люди имели возможность получения всех этих форм поддержки через простое обращение заявления, а дальше уже за короткий срок получить либо обоснованный отказ, либо уже реальную поддержку. Есть риски недостижения плановых результатов и по национальному проекту здравоохранения. В медицинских учреждениях Чувашии не хватает докторов и медперсонала. Причины – отъезд врачей в другие субъекты России, где заработная плата выше, и другие объективные причины. В рамках проекта 2020 года предусмотрено достижение шести целевых показателей. По итогам первого квартала мы видим, что недостигнуто два показателя. В частности, это обеспечение средним медицинскими работниками. При нормативе при плане 130,7 на 10 тысяч населения наш показатель составляет 102,9 на 10 тысяч населения. И укомплектованность врачебной должности в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. При плане 87%. Наш показатель на сегодняшний день – 86,4%. Чтобы ликвидировать кадровый дефицит, в этом году увеличено количество бюджетных мест на 25 человек в медицинском колледже. Рассматриваются такие меры поддержки медиков на селе, как субсидия на строительство жилья до 70% от стоимости, предоставление служебных квартир. Со второго полугодия 2020-го врачам, которые придут работать в сельскую местность либо в города с населением до 50 тысяч человек начнут единовременно выплачивать 1 миллион рублей, а фельдшерам – 500 тысяч. А для медицинских работников, которые примут решение приехать в особо отдаленные участки, размер выплат будет составлять 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч для фельдшеров. За последние три месяца в республику вернулись 13 узких специалистов из других регионов России, среди которых онкологи и хирурги. Эти конкретные шаги, считают члены Совета по стратегическому развитию, должны изменить показатели в лучшую сторону. Татьяна Трофимова, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов, Республика. Как удержать выпускников вузов и техникумов в республике? Прежде всего, им нужна престижная и хорошо оплачиваемая работа. Актуальные вопросы сферы образования и трудоустройства по видеосвязи обсудили на совещании в Доме правительства. Разные ведомства периодически решают серьезную кадровую проблему. Как только выпускник получает диплом, он старается трудоустроиться в других регионах страны. Там, где высокооплачиваемую работу найти легче. От этого страдает экономика республики. Вопрос синхронизации действий всех заинтересованных сторон и стал главной целью видеоконференции. В Чувашии работают разные программы поддержки безработных граждан. В учебных заведениях их тоже немало. При этом все равно часть выпускников остается без работы или уезжает. А на их обучение потрачены бюджетные деньги. Как разорвать замкнутый круг? Мы обсудили и совместно с предприятиями выработали конкретные подходы с тем, чтобы минимизировать количество таких вот пустых трат бюджета. Но самое главное – получить высококвалифицированных рабочих для предприятий, с одной стороны, с другой стороны, чтобы эти работники, приходя на предприятие, могли зарабатывать достойную заработную плату и выполнять очень нужные функции. И получать самое главное от этого удовлетворение. Только в прошлом году в службу занятости обратилось более 550 выпускников. Почти 70% из них трудоустроили. Содействие и занятости молодежи действительно является ключевой задачей государства. По состоянию на текущий день, на 29 мая, в Республиканском банке вакансий содержится сведение о наличии порядка 13 тысяч вакансий, сведение заработной платы, по которым составляет 19 тысяч рублей. Эта информация ежедневно обновляется. Инженер, экономист, менеджер, практика показывает, что именно выпускники этих направлений чаще всего обращаются в службу занятости. При этом именно эти профессии востребованы на рынке труда. Значит, где-то алгоритм дает сбой. Олег Николаев рекомендовал органам власти, вузам и центрам синхронизировать свои планы действий. Во всех образовательных организациях профобразования на сегодня действуют ранее созданные центры содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников, которые активно взаимодействуют с предприятиями, организациями, проводят ярмарки вакансий, презентации профессии. Сейчас у студентов за время обучения есть возможность получить сразу несколько профессий. В Республике работают краткосрочные программы. Это дает выпускникам преимущество при трудоустройстве. Объекты жилищно-коммунального комплекса, места для летнего отдыха и спорт-объекты Шумерли оказались в центре внимания в Рио главы Чувашии Олега Николаева. Перечень тем, которые не терпят отсрочки, определили еще на пресс-конференции главы две недели назад. Чтобы оперативно решить наболевшие вопросы, глава региона выехал на место. Путь к живописному берегу Суры – тернист. И дело тут не только в том, что дорога в плачевном состоянии. Прежде чем санкционировать это место для купания, нужно проверить на безопасность многое. Дно реки, состав воды – работы много. Поэтому оборудовать пляж к этому сезону уже не успеть. Говорят, что это исторически даже во время Советского Союза был здесь организованный пляж. Очевидно, сюда народ приезжал и, понятно, они привыкли сюда приезжать. Но на сегодняшний день здесь, как мы видим, очень запущенная, да и дорога не очень. И судя по рассказам и местных жителей, и коллег из администрации, все-таки сюда меньшая часть населения приезжает, а больше народу на сегодняшний день выбирает как место для купания пруд на въезде в город Шумерли со стороны Каленина. Так что акцент в организации зоны отдыха и купания шумерлинцев на пруд Статуевский. Местные его еще называют дамбой. Излюбленное место отдыха горожан сейчас благоустраивает собственник имеющихся здесь строений. Установлены беседки, биотуалет, скамейки. Чтобы ускорить работу, местная администрация готова подключить и других инвесторов. Подготовим площадку, отсыпем песком, сделаем пологий спуск. Место для ставки автомобиля предусмотрим, контейнер для мусора, туалет, раздевалки и так далее. Создадим определенную инфраструктуру. После этого мы откроем это место для купания для горожан. Еще одна больная тема для шумерлинцев – изношенность систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Модернизации сетей не занимались должным образом долгие годы. И очевидно, теперь без финансовой поддержки республики не обойтись. Новые котельные в городе уже появились. Но надо еще. С казны республики на эти цели направили более 300 миллионов рублей. И работа по поддержке муниципалитетов в этом направлении продолжится, отметил Олег Николаев. Регулирование деятельностью котельных, задание каких-то параметров, их изменения, возможно, из диспетчерского пункта в городе Чебоксары. То есть, получается, вот эти накладные расходы, которые идут на текущее обслуживание, они, конечно, существенно уменьшаются. Поэтому и дальше будем идти по такому пути. Эти блочно-модульные котельные не требуют постоянного контроля. Все работает в автоматизированном режиме. Это не только удобно, но и выгодно. Что касаемо тепла, это замена существующих котельных на современные блочно-модульные котельные, которые имеют высокий КПД, что, в свою очередь, снизит затраты на энергоресурсы, это газ и электричество. Что касаемо воды, это реконструкция насосной станции, что, опять же, снизит затраты по электроэнергии. В планах, как отметил глава, кардинально модернизировать всю систему ЖКХ не только в Шумерле, но и в других муниципалитетах. Совершенствование технологии очистки воды, гидравлической схемы, работы много. Олег Николаев поручил ответственным лицам вплотную заняться решением этого вопроса. Ведь от этого зависит качество питьевой воды. В ходе визита глава региона также ознакомился с ходом строительных работ на стадионе труд. На замену легкоатлетических дорожек в этом году из бюджета республики выделено 13,5 миллионов рублей. Также в планах строительства еще одного спортивного объекта. Шумерлинцы любят футбол. Чтобы погода не мешала занятиям спортом, горожане мечтают о крытом футбольном манеже. Проект начат еще в прошлом году. Его стоимость оценивается в 90 миллионов рублей. Здесь инфраструктуры уже готовы. Здесь, да. Потому что газ, электроснабжение, вода и канализация – все в шагах доступности. Олег Николаев поручил Минспорта совместно с руководством муниципалитета проработать вопрос по созданию крытого манежа для будущих чемпионов. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. В России День химика отмечается в последнее воскресенье мая. В этом году праздник пройдет 31 числа и станет 40-м по счету. В условиях пандемии химические предприятия страны одни из первых вступили в борьбу с новой угрозой человечеству. Задача стояла непростая – наладить производство большого количества дезинфицирующих средств для обработки рук, помещений и улиц. Задачей они справились. Тем временем продолжалось и производство необходимых химических средств защиты растений сельскохозяйственного назначения. Филиал компании «Август» – Вурнарский завод смесивых препаратов, которому в этом году исполнилось 90 лет, практически не останавливал работу в период коронавируса. Компания «Август» является крупнейшим отечественным производителем химических средств защиты растений. На ее основной производственной площадке – Вурнарском заводе смесивых препаратов – производят более ста наименований химических препаратов от сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. Свой профессиональный праздник коллектив встречает высокими производственными результатами. С января по май 2020 года здесь произведено почти 11 тысяч тонн препаратов, что на 44% больше объема аналогичного периода 2019 года. Отгрузка готовой продукции со складов завода в этом году увеличилась на 38%. Этот год для завода юбилейный, исполнилось 90 лет со дня выпуска первой партии продукции. Мы работали и работали достойно, и мы тем самым обеспечиваем будущее нашего завода. Если, конечно, на заводе трудятся целые династии заводчан, многие орденоносцы, ударники и просто скромные труженики, которые внесли неоценимый вклад в развитие завода и в экономику нашей республики. Август реализует в Урнарах крупные социальные проекты. Для вурнарцев построенный фитнес-центр, парк здоровья и отдыха «Август», плавательный бассейн. Вложено более 30 миллионов рублей в реконструкцию стадиона. Более 160 детей занимаются в спортклубе «Химик», футболом и фитнес-аэробикой. Детские и взрослые футбольные команды «Химик Август» многократные чемпионы и призеры республиканских и российских турниров. Вурнарский завод является крупным налогоплательщиком, тем самым вносит весомый вклад в развитие региона. Хочу высказать слова благодарности коллективу за столь успешную работу, ну и, конечно же, за тот вклад, который вы осуществляете в социальную сферу, развитие спорта, развитие и поддержку здорового образа жизни, благоустройства территории. И отдельно благодарность за то, что вы достойно продолжили те традиции, которые были заложены еще довоенные, военные и послевоенные годы работниками завода того времени. Ну и, конечно же, сумели подготовить уже тогда еще молодых специалистов, надо так назвать, и уже теперь действующий коллектив для того, чтобы они достойно продолжили тот путь. Хотя у завода солидный возраст, он выглядит молодо. Здесь модернизируется оборудование, совершенствуются технологические процессы, успешно запускаются в производство новые препараты. На заводе действует современный научно-производственный центр. Промышленно-санитарная лаборатория тщательно отслеживает состояние окружающей среды. Продукция завода поставляется земледельцам через собственную сбытовую сеть компании «Август», а также через дистрибьюторов. География поставок широка, включает все аграрные регионы России, страны СНГ, а также дальнего зарубежья – Колумбию, Марокко, Эквадор, Египет, Тунис и другие. Падение из окон, с велосипедов и лестниц, активное движение на дорогах. Несчастные случаи с детьми весной и летом происходят намного чаще. Статистика детского травматизма увеличивается в два раза. Буквально за последние сутки в республиканскую детскую больницу с тяжелыми травмами поступили шестеро детей. Находилась на переднем пассажирском сидении, в детском удерживающем устройстве, пристегнутая. Если бы не была пристегнутая, то травмы были бы намного сильнее. А так она легко отделалась. Легко отделалась. Это попало в реанимацию, и врачи оперативно оказали экстренную помощь. В тяжелых случаях самые важные первые два часа после несчастного случая. Она была доставлена нам в очень тяжелом состоянии. У девочки сочетаны травмы. У нее травма головы, травма грудной клетки, ушибы, ссадины, мягкие ткани различных областей. Благодаря тому, что была своевременно оказана помощь, мы ей спасли жизнь. Впереди у шестилетней девочки еще недели реабилитации в стационаре травматологического отделения. Там уже пять дней вместе с папой лежит и шестилетний Всеволод. Он тоже попал в аварию. Сел за руль чужого велосипеда, не справился с управлением и съехал в кювет. Сломал руку. Пришлось нам обратиться в срочном порядке в больницу. Приехали в понедельник. С того момента здесь лежим. Лечимся. Будем следить, конечно, в четыре глаза, чтобы такого больше не было. Большинство несчастных случаев с детьми происходит как раз от недосмотра, уверяют медики. Трое юных пациентов, поступивших в травматологию за последние сутки, могли бы избежать травм, следи за ними родители. Падение с велосипедов, падение с горок на детских площадках, падение с лестниц, падение с сеновалов. И многие дети сейчас в режиме самоизоляции. Многие дети городских отправили в районы. Вот у нас из шестерых детей, трое детей, которые жители города Чебоксар. Но бабушку, дедушку, тетя, дядя были и получили травмы. Практически половина всех обращений в детскую травматологию – это падение с различных высот. Особенно опасны открытые окна с москитными сетками. После падения из окон высоких зданий часто бывает так, что дети остаются с инвалидностью. Поэтому у меня большая просьба к взрослым, к родителям, к опекунам, чтобы больше внимания уделяли детям, чтобы не было таких ситуаций. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Очередная майская видеоконференция проекта «Взаимообучение городов» была посвящена итогам не совсем обычного учебного года. Педагоги почти из ста городов России, в том числе и Чебоксар, обсудили особенности образовательного процесса. Людям творческим и целеустремлённым всегда нужна дискуссионная площадка, где можно было бы поделиться наработанными практиками, услышать что-то новое от коллег. Даже в особенных условиях специалисты образовательной сферы не перестают учиться и совершенствовать своё мастерство. Как видите, самоизоляция не является преградой для восстановления партнёрских отношений. Напомню, что реализация проекта началась с инициативы Ижевска организовать взаимообучение в разных городах для обмена эффективными управленческими и педпрактиками. Чебоксары уже два года в этом проекте. Взаимообучение городов идёт весьма конструктивно. Многое столица Чувашии уже реализовала, но надо двигаться дальше. Самый актуальный вопрос, который находится до сих пор на повестке нашего дня, это дистанционное обучение, потому что не секрет, что оно продолжается. И даже формат единого государственного экзема на сегодняшний момент видоизменился под как раз влиянием данной ситуации. В городе Чебоксары здесь есть что рассказать, потому что у нас дистанционное обучение выстроено начиная с апреля месяца в виде видеоуроков, мастер-классов, приглашения известных, знаменитых людей для того, чтобы детям обеспечить не только досуг, но и учебный процесс. Чебоксарские учителя уже рассказывали коллегам со всей страны о марафоне открытых эфиров. Самое последнее нововведение онлайн-лагеря. Дети не должны оставаться летом без внимания взрослых. Интернет-пространство объединит ребят чудесными, интересными и познавательными программами. Валерия Друженец, Николай Скворцов, Республика. Сторожевой корабль Чебоксары станет музеем. Судно списано на берег и отправлено в док города Балтийска Калининградской области на ремонт. После этого он найдет постоянный причал в гавани столицы республики. 3 июня он отправится в Чебоксары. Через год на нем планируют открыть музей. В одном из залов будут демонстрировать макеты моделей кораблей. В другом рассказывать о жизни и деятельности академика кораблестроителя, уроженца Чувашии Алексея Крылова. Музей корабль предполагают разместить на набережной Волги у Свято-Троицкого монастыря. Оценить грядущее событие предлагают жителям Чувашии на портале «Открытый город». Онлайн-марафон лучших детских программ 1 июня пройдет на национальном телевидении Чувашии. В программе «Отдыхайп» с 15 до 17 часов ведущие будут общаться в чате в группе ВКонтакте «Медиа-центр Куча Мала» и выигрывать призы от «Открытого города». У зрителей будет возможность посмотреть фрагменты любимых передач. Также ко Дню защиты детей состоится виртуальный поэтический фестиваль «Читаем вместе». Участникам предлагают разместить в социальных сетях видеоролики, на которых они читают любимые детские стихи на родном языке, указав хэштег «Перлеву Латпар». Это были новости пятницы. Хороших вам выходных. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин